Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Перед началом эфира я хотел бы немного откомментировать по поводу митинга 21 мая, который был объявлен разными лицами. И, собственно, я сегодня просматривал информацию в прессе, и в этой связи я хотел бы объяснить и еще раз показать, почему мы должны проводить свои митинги. Вы видели, что, на самом деле, конечно же, я считаю, что без нормальной организации митингов проводить вот так наскоком, когда нет штаба, когда нет серьезных роликов, когда нет самого главного, митинги просто так бессмысленно проводить. Надо быть уверенным, к какой цели идешься, чего ты хочешь добиться. Наша главная цель – это смена режима. И каждая наша акция – это просто добавляет, это как ступенька к той самой цели, к которой мы продвигаемся. Сами по себе митинги могут быть, конечно, но в нашей стране Назарбаев и его окружение воспринимают только серьезно политическую силу. Политическую силу, за которым находятся сотни и десятки тысяч людей. ДВК сейчас около 200 тысяч человек только в чате. Я не говорю даже о других наших механизмах вступления в ДВК, я говорю только о чате ДВК. Так вот, мы являемся серьезной политической силой. И любые другие попытки организовать митинги, они все равно носят политический характер, чтобы не продавали землю, еще что-то. Они обречены заведомо на неуспех, если за этими митингами не стоят десятки тысяч людей. А активисты просто будут придавлены, и просто это бессмысленно проводить акции, если нет главной сильной политической организации, массовой поддержки, и главное – нет цели сменить режим. Уже очевидно, что этот режим не будет никакие проблемы решать, никакие. Поэтому просто так выходить на митинги, не имея четкой позиции по этому режиму, лично по Насултану Назарбаеву, я считаю, это гигантская ошибка. Именно поэтому сегодня протестующих было не очень много. Полиция в Астане перекрыла центральную площадь, там несколько десятков человек, насколько я знаю, заранее превентивно власть ограничила их возможности появления на потенциальные митинги. Поэтому это была такая, скажем, неподготовленная акция. Наши митинги и акции отличаются тем, что они масштабные, что они по всей стране, что мы вовлекаем всех граждан. Проводить в Астане, в одном городе, просто не имеет никакого смысла, если там нет десятков тысяч поддерживающих, если нет на месте серьезной организации, которые четко знают, что люди выйдут. Поэтому это еще раз показывает, что наша позиция была правильная. Мы выходим на митинги, которые организовывают демократические выборы Казахстана, притом организовывают тщательно плакаты, реклама, серьезная работа с ячейками, с активистами. Именно тогда мы можем говорить, что митинг будет поддержан народом. Все остальное это неэффективно и неправильно. Вот здесь, кстати, опять появляются новые люди, видимо. Они задают вопросы, вот если зарплату поднимем, цены на продукты поднимутся и так далее. Зайдите в YouTube, и там просто забейте в поисковике моих выступлений, там очень много моих выступлений, где объясняется, что цены не вырастут. Есть, например, известный в YouTube ролик, уроки от Аблязова называется, там объясняется роль монополия, объясняется, почему цены растут при монополиях, и почему они не будут расти или будут падать, когда мы разрушим монополия. Вот. И зайдите в ответы МК, вы получите в этом звуковом файле практически на все свои вопросы-ответы. Вот прежде чем поговорить о митингах, вот я, наверное, должен ответить на какие-то вопросы. Здесь мне задают вопрос, как победить страх людей. Сделать так, чтобы, несмотря на угрозы правоохранительных органов, люди все равно выходили. Я хотел бы как раз вот объяснить, что как мы этого добиваемся и должны добиться. когда нас будет много, то тогда люди перестанут бояться. Ну, смотрите, полицейских, ну, вот вы видели же в Астане, ну, было там их человек, не знаю, 50, ну, может, даже 100. Если наше преимущество будет численности, мы будем превышать их 10-кратно, 20-кратно, все, полиция будет стоять в сторонке и наблюдать, что происходит. Понимаете? Именно поэтому я все время убеждаю вас, что наш в чат нужно вовлекать как можно больше людей. Если каждый из вас здесь находящийся, минимум 100 тысяч человек, даже взять чат один, привлечет троих, мы за один день увеличимся на 300 тысяч человек. И нас станет почти 500 тысяч за один день. До этого надо просто изучить программы ДВК. Вот здесь пришли новые люди, они задают вопросы. Правильные вопросы, они поднимутся ли цены. Но они предварительно не изучили, что есть видеоматериалы, есть разделы ответа МК, там на все есть ответы. И кто-то говорит, что не может привлечь, что люди пугаются, боятся или не верят. Но это только потому, что вы не подготовлены. Не подготовлены, не можете объяснить, что такое демократический выбор Казахстана и почему нужно поддерживать демократический выбор Казахстана. Если вы объясните, что мы проводим реформы политические, какие реформы, ликвидируем должность президента, что у нас будет парламентская республика, что все это приведет к гигантскому росту дохода, как минимум в два раза вырастут доходы бюджета за один год. И это все приведет к тому, что мы будем в состоянии поддерживать разные социальные программы развития, поднять зарплату учителям, врачам, пенсионерам, все прочее, там разным людям. И когда вы вооружены этими знаниями, вы легко можете вовлечь к нам в ДВК всего 3-5 человек. И тогда нас станет много. А когда нас станет много, когда люди понимают, что плечом к плечу стоят сотни тысяч человек, страх будет потерян. Бояться будет только власть. Я здесь хотел бы порадоваться. Вот уже я вижу вопрос, который звучал по поводу роста цен. Сразу здесь люди написали, что при конкуренции не смогут. Проблема цен в монополиях. Открытый рынок не поднимет, наоборот, снизит цены. Отличный комментарий. Я вижу, что здесь у нас подготовлены люди. Спасибо вам за такой комментарий. Все мои ответы пишутся автоматически. Они попадают в ответ МК. Поэтому, когда кто-то говорит, пишите, в этом нет необходимости. У нас все это есть. Когда кто-то сможет зайти через VPN или разблокируется, Telegram, вы легко можете зайти в ответ МК или зайти в YouTube и в YouTube прослушать весь прямой эфир. Потом понимаете, по поводу страха. Вот мне здесь говорят, как раскачать студентов, они явно боятся. На самом деле, все очень просто. Нужно сделать первый шаг. Кто сделал первый шаг, преодолел свой страх, дальше уже все, уже легче. И важно, чтобы людей, которые преодолели свой первый страх, было много. Ну вот, допустим, у вас 100 человек студентов. Если кто-то один будет, смельчак или два, их просто придавит. А если вы выйдете всем курсом, или все 100 человек, или 200 человек, власть будет бегать около вас, уговаривать, и искать компромисс. Это общеизвестное правило. Поэтому нужна агитация, поэтому нужно убеждать людей. Не просто говорить, давай к нам, мы свалим шала. Нет, этого недостаточно. Люди должны понимать, что мы хотим сделать, как, и какое общество мы построим. И тогда человек понимает, что в этом обществе он находит свое место, у него другое будущее. Он не будет прозябать десятки лет, как вот сейчас происходит при шале, а именно сразу в первые же годы изменится его жизнь. Социальная программа ДВК об этом и говорит. Мы там расписали реформы, их результат шаг за шагом, из года в год. Вот, понимаете? Вот тогда и студенты, и все остальные будут нас поддерживать, когда они поймут, что они могут изменить жизнь. Вот посмотрите, Армении же это произошло. Когда я с прошлого года начал выступать и говорил о том, что мы мирным путем сменим режим, было очень много критиков, говорить это невозможно. Ну, пожалуйста, вот ни одного выстрела, ни одного избиения, ни одной баррикады, все произошло спокойно. И теперь Пашинян возглавляет правительство, у него сильная власть, и вы можете почитать, каким образом, какими темпами идут реформы. Быстро все меняется. Здесь меня опять задают вопрос, а что если, говорит, зарплату поднимет, а цены на свои товары и услуги поднимут предприниматели? Не смогут, потому что они будут все между собой конкурировать за покупателя. Они просто так механические цены поднимут, и никто у них товар не будет покупать. Пойдет покупать у второго, третьего, пятого бизнесмена. Когда нет монополии, им договариваться между собой нереально. Вот мир так устроен. Два человека или двое могут договориться, трое сложно, четверо, все, невозможно договориться. Это так мир устроен. Поэтому развивается конкуренция, предприниматель начинает конкурировать между собой, и цены падают, или как минимум стабильные. Здесь по поводу митинга говорят, как сопротивляться мирным образом с полицией, что делать, идти в автобус, не идти, или всех забрали и так далее. Мы в течение мая-июня организуем выступления людей, которые участвуют в таких акциях. Там есть действительно такое, когда те люди, даже которых не пытаются забрать, резко забиваются в автобус, автобус полный, и там некуда заводить. И такие тоже приемы есть. Приемов очень много. И мы таких людей пригласим, чтобы они в нашем чате выступили. Давайте мы теперь поговорим о сегодняшней теме, именно о митинге 23 июня. Как я говорил, мы назначили дату, долго ее взвешивали. У нас мусульманский праздник, пост Рамадан, или как мы говорим, казахи, Рамазан до 17 июня. На самом деле в мире он до 16, но вот, собственно, Назарбаев повлиял на наших имамов, духовенства, так, чтобы они переместили день. Это нужно отдельно еще понимать, почему произошло. В этот период, конечно, какие-то столкновения, трения не должны быть. Мы должны уважать наших верующих, которые тоже нас поддерживают, вместе с нами выходят на митинги. И мы учли, что именно в этот период священный праздник Рамадан не проводить никакие митинги, а проводить только мирные акции, дружественные, добрые. Это мы планируем проводить 31 мая и 1 июня. А 23 июня именно из этих соображений назначено. Это во-первых. Во-вторых, где-то к середине июня завершается учебный период в школах. Там выпускные и все прочее. И где-то в этом промежутке от 15 июня до какого-то июля студенты еще сдают сессии, обучаются. И, собственно, в этих городах, где мы собираемся проводить митинги, студенты будут находиться на месте, где они проходят обучение. Вот, собственно, из этих соображений мы выбрали 23 июня. И причем это не рабочий день, суббота. Теперь мы, я хочу объяснить, почему мы выбрали тему образования. Наши акции должны быть масштабные. Они должны затрагивать интересы всей страны. Студентов у нас учатся в среднеспециальных учебных заведениях около 500 тысяч человек. И столько же учатся в высших учебных заведениях. То есть, 1 миллион человек. Уже видите, у нас заинтересованных сторон молодежи 1 миллион человек. Я здесь даже не комментирую, что власть будет оказывать на них давление и так далее. Но я уверен, что среди этих миллионов человек найдутся те, кто готовы двигаться вместе со своими родителями, с друзьями, с соседями. Вот, миллион студентов. Обратите внимание. Теперь у них, у каждого молодого человека есть родители, отец и мать. Два человека. Вот на миллион студентов, двое родителей, вот вам 2 миллиона. Получается, уже 3 миллиона. Плюс их бабушка, дедушка. это еще 2 миллиона, вот вам 5 миллионов. Ну и плюс, есть целая волна людей, которые через год-два должны решить для себя, куда они поступают и где они найдут деньги. Вы понимаете, что фактически вопрос образования затрагивает все население страны. Большинство. Смотрите, если у нас заинтересованных сторон как минимум 5 миллионов человек, наша задача, даже если мы выведем по всей стране около миллиона, из 5 миллионов, 1 процент, это 50 тысяч человек. То есть, это посильная задача, вывести 1 процент от 5 миллионов. Абсолютно реально. Даже если будет не 50 тысяч, 25 тысяч человек, полпроцента, это 25 тысяч человек по всей стране, это тоже реально. Понимаете, это с учетом того, что у нас в стране никто никогда не проводил митингов с таким количеством людей, это будет большой прорыв. Теперь вот многие пишут, говорят, вы подавали заявки на митинг. Я говорю, нет, мы не будем делать. Почему? Потому что в соответствии с международными договорами право на митинг не может быть ограничен Назарбаевым и существующими законами страны. Казахстан подписал международные соглашения, и международные соглашения, они имеют более высокий статус, чем внутренние законодательства. Во-первых, это общеизвестно, написано в Конституции. И у нас по Конституции неотъемлемо право на свободные митинги, шествия и выражение своего собственного мнения. Поэтому мы не собираемся подавать заявку на митинг, потому что мы действуем в соответствии с международным соглашением, которое подписал Казахстан. Во-первых. Во-вторых, вы сами видите, там были активисты, которые подали заявку на участие в земельном митинге. Власть отказала? Вообще, власть всегда отказывает. Максимум, что в Алматы давали, это вот около кинотеатра, где памятники Ленину, все прочим вождям стоят в микрорайоне. на «Абая правды». Там давали разрешение и все. И то это так обкладывали, поэтому мы не будем упрашивать эту власть, чтобы нам отдали то, что нам принадлежит по праву. Право на митинге это наше право, и никто его не может нас ограничить в этом. Вот здесь говорят, надо пригласить в эфир Навального. А что это вам даст? Ну, пригласили его, он рассказал по России, у него каждый день прямые эфиры, он что скажет, создавайте штабы и вы создадите, что ли? Ну, у нас в Казахстане это невозможно. Тем более, что в России я много раз говорил, все свободнее, можно выйти на митинги, можно создавать штаб, можно собирать деньги. У нас в Казахстане это невозможно. Что вам даст этот Навальный? Вот его пригласим. Что это вам даст? Кроме того, что, как, что называется, ну, любопытство удовлетворить. Ну, можно зайти в его прямые эфиры, послушать его, и все. Что это даст? Он не владеет ситуацией в Казахстане, посоветовать нам ничего не может. Здесь вот по поводу, я вижу, параллельно идут дискуссии по поводу пенсионной реформы. Откройте, пожалуйста, социальную реформу, ДВК, и там все написано. Там будет доплата от 300 до 400 евро по годам. Это порядка до 160 тысяч тенге к той пенсии, которая есть у человека через накопительную систему. Не 100 тысяч тенге, как вот здесь кто-то написал, а 160 тысяч тенге будет доплата в течение 4 лет. Шаг за шагом мы до этой суммы доведем. 400 евро. Вот. Поэтому, еще раз возвращаясь к теме митинга, никакие заявки мы подавать не будем. Мы просто объявим, где будем проводить, потому что во всем мире митинги носят уведомительный характер. Мы власть уведомим как минимум за 20 дней. Где, как и когда мы будем проводить эти митинги. Здесь опять мне задают вопрос, Мухтар Кабулыч, занимаетесь ли вы благотворительностью? Откройте, пожалуйста, в YouTube, зайдите от 22 апреля или на мой Facebook 2017 года. Я подробно рассказывал, как я занимался благотворительностью. И чтобы вы знали, я вижу, что вот новые люди заходят, они вообще ничего не смотрят, не читают. Мы должны знать, что любые средства, которые поступают от меня в Казахстан, они воспринимаются как преступные. Жамбулата Мамая в прошлом году осудили на 3 года условно, 7 месяцев он проследил в тюрьме. Я не могу заниматься ничем на территории Казахстана. ДВК власть объявила экстремистской, тоже незаконно. Якобы я организатор этой организации. Как вы понимаете, и заочно меня осудили еще в прошлом году на 20 лет. Поэтому этот вопрос говорит о том, что человек вообще не знает, кто такой Мухтар Аблязов, не знает политическую борьбу, которую я веду длительный период времени, что я сидел в казахстанских тюрьмах, подвергался пыткам, что у меня разгромили бизнес, что во Франции меня пытались 3 года экстрадировать, я сидел в тюрьме, ожидая экстрадиции, что похищали мою семью. Такой вопрос показывает, что человек вообще не в курсе. Поэтому, уважаемые друзья, вы просто зайдите в YouTube, в интернет, забейте Google мою фамилию, зайдите «Ответы МК», зайдите на мою страничку на Facebook, Instagram, и вы уже на все получите ответы. Потому что этот вопрос показывает, что человек, что называется, только пришел. Я уже объяснил, что власти не дадут разрешения на митинг, поэтому мы и не будем ничего у них спрашивать, мы будем просто реализовывать свое право на митинги, на право на демонстрации, шествия и так далее. Мы его реализуем и не будем у них ничего просить. Это наше право в соответствии с международными соглашениями, подписанными Казахстаном, и Конституцией Казахстана. Давайте теперь поговорим по образованию. Если вы зайдете в Google, то вы обнаружите, что на самом деле на образовании ежегодно размер финансирования уменьшается, при этом доходный час бюджета увеличивается, а размер финансирования из года в год падает. И чтобы вы понимали, из тех средств, которые идут на высшую систему образования, именно на высшую систему образования, 25% уходят в один только Назарбаев университет, в один. А у нас их там десятки учебных заведений. Получается, он практически все деньги съедает Назарбаев университет. Называется его именем, все финансируется за счет государственных средств. Плюс еще люди платят отдельно, есть платные там сборы. И всей суммой финансирования 25% выходит в Назарбаев университет. Так вот, я вам скажу такую цифру, что участники, то есть физические лица, студенты, их родители в системе высшего образования платят размер по всей стране, все учебные заведения собирают около 350 миллионов долларов. Я говорю не в тенге, а именно в долларах, для удобства, чтобы вы понимали по-крупному, что на самом деле происходит. Плюс, если учесть средне-технические специализированные учебные заведения, типа колледжи, где-то около 500 миллионов долларов население платит по всей стране учебные заведения. Так звучит, конечно, звучит много, 500 миллионов долларов. Но, чтобы вы понимали, что такое 500 миллионов долларов. Например, семья Кулебаевых, это зять султана Назарбаева, Тимур Кулебаев и его дочь Динара за 2017 год разбогатели на 2,2 миллиарда долларов. Два человека разбогатели на 2,2 миллиарда долларов. Это только официально. Например, экспо обошлось стране 3 миллиарда долларов. Что получается? Что вот то, что семья Кулебаевых обогатилась на 2,2 миллиарда долларов, на эти деньги можно 4 года бесплатно давать образование всей стране. 4 года. Что такое 3 миллиарда долларов, а реальности потрачено было не 3, а 5 миллиардов минимум на экспо. Экспо прошло, месяц погуляли и все забыли. Теперь еще нужно тратить деньги, чтобы содержать эти здания. Вот 3 миллиарда допустим, даже мы считаем. Это 6 лет бесплатного образования для молодежи по всей стране. То есть государство могло эти деньги не брать у студентов и их родителей, а просто бы оплачивало и не тратило деньги на всякие дурацкие проекты типа экспо. И например я же еще раз хочу сказать семья Кулебаевых за один год только 2,2 миллиарда долларов разбогатела и представляете это деньги которые стоят 4-летнего образования наших студентов. Ну я видел комментарии что вот бесплатно это значит плохое все прочее. Я хочу привести пример на самом деле что вся Европа дает образование бесплатно. Франция Германия такие страны как Чехия Швеция Финляндия Норвегия три балтийских государства которые одновременно с нами были в Советском Союзе и в 91 году отделились Латвия Литва Эстония и я вам таких примеров могу привести много где образование бесплатное более того оно бесплатное для иностранных студентов то есть если вы захотите поступить в эти учебные заведения единственная будет проблема знания языка но знание языка опять же в этих странах существуют бесплатные курсы вы можете бесплатно выучить их язык и бесплатно получить высшее образование понимаете это во всей Европе поэтому когда кто-то говорит что бесплатно это плохое это вранье нужно просто изучить как это происходит в ведущих странах Европы и даже в средних странах в среднеразвитых странах Европы вы говорите здесь Назарбаев предложил построить канал между Каспийскими и Черными морями шал сошел с ума просто тут люди не знают как выжить не знают как оплатить образование он развлечение то купола какие-то строят чтобы там в Астане снега не было под этим куполом народ гулял кто там будет гулять они сами и будут гулять то экспо то еще какие-то то шан шаттер строит то еще что-то а образование всей страны стоит максимум 500 миллионов долларов вы вдумайтесь миллион студентов вот сейчас которые есть еще другие могли бы получить бесплатное образование если бы не строили экспо 6 лет и за один год который обогатились семья Кулебаев еще 4 года то есть мы легко можем добиться чтобы наше образование было бесплатно вообще интересно получается что даже вот взять относительно России там огромное количество институтов которые бесплатно имеют или вообще очень низкую стоимость при этом наши институты они слабые не попадают международные рейтинги единственное наш казахский национальный университет именно Аль-Фараби попадает в топ 250 но я вам скажу что московский государственный университет он находится в топ 100 и расходы на образование если она платная там для платной отделения да получается что они сопоставимы с нашим казахским национальным университетом как такое вообще может быть в Москве это Москва дорогой город и образование в Алма-Ате сопоставимо с Москвой как такое может быть вот я насчет программы Балашак тоже не очень понимаю как там все делается почему потому что я еще раз говорю что получается что нашим студентам можно учиться бесплатно на западе достаточно знать английский язык и ты можешь получить практически во всех европейских странах образование причем на английском языке если ты хочешь а по системе Балашак едут обычно учиться на английском языке поэтому вот существующая программа Балашак она неэффективная и просто сжигание средств людям можно было по-другому все это помочь сделать здесь говорят что что нужно сделать что ну вот собственно вопрос звучит так что наши студенты остаются за рубежом это что якобы для того чтобы они там не оставались их залог берут жилье образовательное которое получает это на самом деле полная ерунда силой людей никогда не заставишь остаться вернуться в нашу страну если он видит преимущество с другой стороны он там останется поэтому нам нужно делать нашу страну сильной интересной чтобы человек мог реализоваться найти достойную работу а что он получает образование он там работа официантом 10 раз больше заработает чем получит шикарное образование вернется в Казахстан и будет получать 300 баксов ну может 500 конечно он не хочет возвращаться в страну поэтому все эти рычаги взять залог квартиру принудить его чтобы он у нас отработал это вообще ерунда это тюрьма самая настоящая какой смысл отправлять человека на учебу за рубеж чтобы он потом бежал из нашей страны и не хотел в нее вернуться теперь мы говорим о качестве образования качество образования опять же зависит от оплаты труда профессорского преподавателя состава от того чтобы наша система министерства образования не нависала над ним не навязывала а там знаете одних этих специальных департаментов контроля куча народа ходит просто создают разные проблемы преподаватели получают небольшие деньги ну там где-то около 500 долларов может быть да но аналогичные скажем преподаватели получают на западе от 5000 долларов это в 10 раз больше чем наши преподаватели но как люди будут качественно преподавать если у них нет стимула нет стимула развиваться они просто занимаются выживанием оттуда идут взятки коррупция процветает понимаете да то есть цена вопроса всего лишь 500 миллионов долларов для нашей страны это вообще ничто еще раз учетом того что это только по официальным данным семья Кулебаевых за один год богатеет на больше чем 2 миллиард долларов вы понимаете что такое 500 миллионов долларов это вообще ничего миллион студентов учится в стране они платят значительная часть из них деньги а кому платят вы знаете все основные ключевые институты стране принадлежат Назарбаевым политехнический институт нархоз бывший вот этот КБТУ там и все прочее там их много институтов потом я перечень дам они все принадлежат Назарбаеву членам его семьи именно поэтому они стараются добиться чтобы система образования была платной потому что основные доходы идут к ним в карман они на всем воруют что называется на нефть и на газ на недвижимость тут они даже добрались до образования и там тоже дерут деньги с людей поэтому для страны выделить 500 миллионов долларов чтобы миллион студентов обучались бесплатно это вообще не вопрос понимаете мы в своих требованиях сейчас в ближайшее время я дам экономику мы дадим детально в каких странах можно получить бесплатное образование какие формы поддержки существуют студентов в Европе и во всем мире как зарабатывают люди когда учатся студентами у них существует масса возможностей возможности зарабатывать на жизнь просто так 2-3 часа в день поработал и заработать хорошие деньги вот в Америке у меня знакомые только за один вечер работы официантов 500-600 долларов просто чаевых получают понимаете за один вечер но у нас же какие возможности в стране есть так и возможности нет у нас около 3 миллионов безработных которые числятся самозанятыми поэтому у нас существует система стипендий потому что нашу молодежь не может найти работу я сейчас откомментирую эту часть но я вам просто объясняю почему мы должны добиться чтобы образование было бесплатно потому что без образования мы становимся отсталой нацией мы не можем делать открытие мы не можем развивать новые технологии мы все время будем оставаться сырьевым придатком мира мы должны построить сильную систему образования чтобы наша молодежь была продвинутая не уступала западным своим коллегам западным гражданам и только тогда мы вольемся в мировое сообщество станем конкурентной страной без образования ничего невозможно это только Назарбаев когда рассказывает анекдоты что зачем учиться можно работать дворником и стать миллионером это только его брат работал сантехником специальный сантехник имел стал миллиардером и мы все понимаем что без образования вообще ничего в жизни не добьешься я вам хочу сказать что даже взять по рейтингам мировым рейтингам Назарбаева университета которого всаживают огромные деньги нет мировых рейтингов он вообще не входит ни в 200 ни в 300 ни в 400 лучших учебных заведений мира просто вот никуда не входит понимаете при этом Назарбаев школа годовая оплата 40 тысяч долларов представьте 40 тысяч долларов вот это как вообще в ведущих странах мира меня здесь просит откомментировать по поводу стипендий студентов вообще в мире студентам не платят стипендии но у нас другая ситуация ну в мире например нефтяник в среднем получает 10 тысяч долларов в месяц работники экспортных предприятий просто водитель просто охранник свою зарплату начинает получать от 3 тысяч долларов от 3 тысяч долларов представляете вот чернорабочий который пришел с улицы он получает зарплату от 3 тысяч долларов и конечно люди в состоянии оплачивать разные услуги содержать своих детей оплачивать отдых оплачивать лечение что угодно поэтому надо исходить из реалий стипендии у нас в Казахстане я вот просмотрел приблизительно около там 20 тысяч 20 тысяч тенге это где-то ну 60 долларов да это вообще ничто это невозможно с этими деньгами ничего сделать а в среднеспециальных учебных заведений там колледжей на 20% меньше приблизительно 16 тысяч тенге ну это вообще как можно студенту прожить на эти деньги ну и потом только официальная статистика говорит что 38 процентов студентов обучается в тех или иных учебных заведениях они как бы иногородние им жить негде и вот представляете студентам жить негде общежития нет нагрузка платят родители за учебу платят родители а в стране когда реальная заработная плата менее 100 тысяч тенге год один родитель если он работает получает порядка миллион тенге но как он может заплатить за одного ребенка 700-800 тысяч тенге раз за образование потом нужно оплатить снять квартиру два потом нужно оплатить содержание ребенка пока он живет в этом городе и учится вы же понимаете просто огромное количество способных людей в нашей стране не могут получить образование а теперь представьте что эти молодые люди живут в сельской местности в сельской местности вообще работы нет во первых а если работа есть то люди получают 60-50 тысяч тенге я сам в советское время был в сельской местности жил да но я сумел поступить учиться в университете два года поучился потом перевелся учился в Москве и мне хватало вот той стипендии она может небольшая была но иногда приходилось подрабатывать но возможности были подработать понимаете я еще раз говорю советский союз плохая страна была но казахстан нынешний вид еще хуже тот кто хвалит советский союз он просто никогда не видел лучшего чем советский союз советский союз развалился потому что это была нищая страна слабая страна хорошая никогда не разваливается вы просто всегда запомните молодые люди когда ваши родители дедушки бабушки вам расхвалят советский союз что вот тогда там что-то было хорошо в советском союзе они просто не видели лучшего все лучшее все что у них было в советском союзе это их молодость и лучшее то что они живут в худших условиях чем там жили поэтому они рассказывают расхвалят о советском союзе так вот я молодой человек из села сумел получить одно из лучших образований в советском союзе И это являлось моей основой того, что я дальше мог делать. Стал сильным предпринимателем, крупным бизнесменом, был министром, руководил энергосистемой страны. При этом, чтобы вы знали, я когда пришел руководить энергосистемой страны, я только видел провода, умел, понимал, что такое бизнес, и у меня было образование как физика. Я знал, какие физические процессы происходят в проводах. Вот я пришел, вот такой, что называется, с нуля неподготовленный человек, но за месяц во всем разобрался и за 9 месяцев провел все основные реформы в энергосистеме страны. Это является реформой одной из лучших в странах СНГ и признана всеми ведущими энергетиками мира, понимаете? Это мне дало мое образование, работа над собой. Поэтому образование – это ключевой фактор для становления личности. Поэтому мы должны создать все условия для того, чтобы наша молодежь могла получить высшее образование или среднеспециальное. Вообще, доступ к образованию – это конституционное обязательство страны, конституционное. Каждый человек имеет право получить высшее образование и среднеспециальное. Каждый, каждый. И мы это должны дать людям, потому что без этого у нашей страны не будет будущего. Мы будем отсталой страной, будем все время бедными и поставлять сырье на мировой рынке. Но сырье заканчивается, нефть тоже заканчивается. Что мы будем делать тогда, не имея ни образования, ни сырья, ничего? Мы должны полностью перестроить и сделать страну технологически развитой. Технологически развитую страну могут сделать только образованные люди. Мы должны сделать индустриальную передовую страну. Ее могут сделать только образованные люди. Современные IT, ракеты, самолеты, современные технологии – все это могут освоить, развивать, рождать только образованные люди. И когда Назарбаев говорит, зачем тебе высшее образование, он фактически пытается превратить страну в нищую, отсталую и тупую, так, чтобы и дальше продолжать руководить этой страной десятки лет, передавать власть членам своей семьи, и чтобы у вас завтра не было никакого будущего. Вот посмотрите, что такое 500 миллионов долларов. Каждый год Назарбаев в свои банки просто закапывает, безвозмездно дарит минимум 10 миллиардов долларов. В 2017 году он передал своему Каскому 2,4 триллиона тенге, это 8 миллиардов долларов. То есть он его залил деньгами, плохие кредиты у него убрал, а потом этот банк купил Тимур Кулебаев со 2 тенге. Ну кто после этого будет удивляться, что зятя у Назарбаева такой талантливый, за один день заработал 8 миллиардов долларов за счет государства. Поэтому он красуется в журналах Forbes, рассказывается, что он самый крутой бизнесмен страны. Что за бизнес? Украсть у страны безнаказанно 8 миллиардов долларов. Понимаете, да? А вся система образования стоит всего лишь 500 миллионов долларов. Всего 500 миллионов долларов для наших граждан, для нашей молодежи. То есть если он в своей банке закапывает каждый год по 10 миллиардов долларов, почему наша молодежь не может получить бесплатное образование, цена вопроса, которого стоит доплатить всего лишь 500 миллионов долларов в год, для всей страны. Сейчас Назарбаев объявил, что в банковскую систему вливается 400 миллиардов тенге. Снова. Из них 200 миллиардов тенге из пенсионных и 200 миллиардов из государственных средств. Это опять больше миллиарда долларов. Только, что называется, год начался, он уже снова начал вливать. Вся система образования, высшая и средняя специальная, для молодежи всей страны стоит максимум 500 миллионов долларов. И эти деньги есть. Я все расчеты покажу. Буду сейчас серии выступлений делать и показывать, откуда взять деньги. Денег в стране много. Здесь ребята пишут в Конституции писать бесплатное образование. Чтобы была ясность, образование государственное бесплатное, но при этом существует и может существовать частное образование. Мир так устроен. Вот когда наши люди будут получать, так как в Европе и на Западе, система частного образования будет стремительно развиваться. Потому что очень многие хотят платить, они считают, что за деньги они получат более качественное образование. Это так, на самом деле. Но мы сделаем так, что наша система государственного образования тоже будет качественной. Просто мы будем вливать туда деньги, не дадим воровать семье Назарбаева и вообще устраним коррупцию. Таких масштабов, которые сейчас есть, она разъедает страну. И у нас образование государственное будет тоже качественное. Еще раз, мы не будем в Конституцию вписывать, что образование должно быть бесплатным. У человека есть право. Право, если он хочет получить, он получит государственное образование бесплатное. Если он хочет, он может пойти заплатить деньги. Это его выбор. Здесь мне говорят подготовить детальный бизнес-план, каким будет образование. Ребята, очень все просто. Зайдите в Google, посмотрите ведущие страны мира. Германия, Франция, Италия, Норвегия, Финляндия, где у них очень качественное образование считается. Вот мы будем делать все, как в этих странах. Все абсолютно. Образование будет бесплатным, будет доступным. Частное образование тоже будет. Мы внедрим все стандарты образовательные, которые существуют в мире. Это вот как вы говорите, напишите бизнес-план, как будут машины казахского производства. Это так звучит вопрос. Мы будем производить машины, те, которые уже в мире существуют. Например, мы пригласим в нашу страну, чтобы работали Toyota, Hyundai, Mercedes и так далее. Просто будут строить заводы. Мы им предоставим такие условия, чтобы это было выгодно у нас в стране производить машины. Такие образования. Надо перехватывать то, что уже в мире создано. Не пытаться изобрести велосипед. Велосипед говорит, что мы пойдем особым путем. В смысле идти особым путем, который нужно долго нащупывать. Мы просто освоим то, что уже в мире есть. Мы же не придумываем свои вертолеты, самолеты. Мы просто их берем, их используем. Так и образование. Мы возьмем, просто внедрим то, что в мире уже существует. Образование будет бесплатное за счет того, что будут субсидии из государственного бюджета. Это небольшие деньги. Видите, если взять Назарбаева только по официальным данным за год разбогател на 2,2 миллиарда, что мы не сможем выделить миллиард или 2 миллиарда долларов в год на образование по всей стране, мы выделим, бюджет страны это позволит, мы выделим и сделаем очень сильные учебные заведения, инвестируем их в техническое оснащение, построим жилье для студентов. И теперь я снова хочу вернуться к стипендиям. Мы сейчас, в ближайшую неделю-две, опубликуем еще следующие цифры. Мы озвучим следующее требование. Бесплатное образование потребует поднять заработную плату учителям, потребует поднять зарплату преподавателям и тем, кто преподает в высших и среднеспециальных учебных заведениях. Также мы потребуем у правительства поднять размер стипендий. И еще мы прямо сейчас немедленно будем требовать у правительства, чтобы они выделили студентам средства, чтобы на эти средства студенты могли арендовать жилье. У тех, у кого нет обширития, нет такой возможности. Правительство обязано выделить денежные средства. Я уже объявлял о том, что образовательная программа ДВК для студентов, она достаточно обширная. Но что касается студентской обширитии, то для тех, у кого нет возможности найти обширития, мы быстро так их не построим, в течение четырех лет мы эту проблему решим, мы будем выделять каждому студенту эквивалент 100 долларов в месяц, каждому 100 долларов в месяц. И он может весь период обучения снимать аренду жилье, объединиться с друзьями, 3-4 человека сбросятся, и могут арендовать хорошую квартиру на рынке и там жить. И мы выделим деньги правительству ДВК. Но пока еще правительство ДВК не пришло к власти, мы должны потребовать сейчас выделить эти средства. Я уже сделал расчеты, они небольшие. В масштабах нашей страны это вообще ерунда полная. Мы легко можем эти деньги выделить из бюджета страны. Я еще раз перечисляю, каким образом будет выглядеть наши требования. Бесплатное образование в государственных учреждениях высших и средних. Мы потребуем поднять зарплату учителям и преподавателям высших и средних специальных учебных заведений. Мы потребуем установить достойный размер стипендий для студентов. При этом стипендии мы будем требовать, чтобы была установлена независимо от того, где учится студент. В частных учебных заведениях высших не имеет значения. Почему? Потому что наш студент, он гражданин нашей страны, он завтра закончит институт и будет работать в экономике страны. И не зависит, он закончил государственные учреждения или частные, он человек с образованием, который будет развивать экономику нашей страны. И поэтому мы должны вырастить качественных студентов, хорошим образованием, чтобы они в период учебы могли получить достойное образование, и стипендия позволяла им как-то жить на плаву держаться, а не просить у родителей, которым и так тяжело. Итак, стипендии мы будем требовать, чтобы платились всем студентам, независимо от того, в государственных учреждениях они учатся или в частных. Также мы сдадим расчеты, мы потребуем, чтобы было возвращено бесплатное питание для детей. Раньше это оплачивало правительство. Они сослались, что вот цены на нефть упали до 30 долларов за баррель, теперь у нас такой возможности нет. Но извините, сейчас нефть уже за 80 ушла за баррель. И ясно, что цена средняя за этот год будет 70 долларов минимум за баррель. А бюджет страны на 2018 год, доходный час закладывали из расчета 45 долларов за баррель. Сейчас они сделали перерасчет 55 долларов, но цена-то будет минимум 70, средняя цена. Получается, 15 долларов за баррель – это излишки, а это миллиарды долларов, которые упадут в бюджет страны. И мы их должны правильно распределить. Потому что, когда они как бы накапливаются, лежат в нефтяном национальном фонде, Назарбаев оттуда крадет. Я уже много раз приводил примеры, как он крадет миллиардами. Поэтому его семья, участвуя в этом грабеже, проводит дни рождения, сжигает за один вечер 80 миллионов долларов. Как его дочь Динара Кулебаева сделала. Потратили в Испании за один вечер 80 миллионов долларов. Там Сара Алпыстрин Назарбаевой больше 80 миллионов долларов, при этом потратили на ювелирные изделия за один вечер. Представляете, да что происходит? Вот здесь пишут, что учители информатики и компьютеры в школах древние, как мамы. Я поэтому и говорю, что мы не просто добьемся, чтобы образование было бесплатным. Нам нужно еще вкладывать в систему образования их техническое оснащение. Поэтому для страны выделить деньги, чтобы наши студенты учились бесплатно раз, и еще выделить ресурсы для того, чтобы было достойно техническое оснащение. И чтобы наши преподаватели получали достойную заработную плату, ресурсы у нас в стране есть в избытке. И мы вот это все детально озвучим, приведем цифры и потребуем, чтобы все это было реализовано именно в этом году. Чтобы начиная с осени наши студенты получали бесплатное образование, те, кто хочет учиться в государственных учреждениях, получали стипендию, и был решен вопрос с общежитиями, а также и техническим оснащением высших учебных заведений, среднеспециальных учебных заведений. Здесь вот говорят, что за 100 долларов невозможно. Ну вот действительно, ну в Алма-Ате, я насколько знаю, там за 100 тысяч тенге можно снять двухкомнатную квартиру, да? Ну 120 тысяч тенге. Это сколько? Это меньше 400 долларов. Ну это в Алма-Ате, где дорогое жилье. А 100 долларов мы будем доплачивать по всей стране, а там цены ниже. В Алма-Ате можно, 4 студента сбросились, сняли квартиру и все. И вам тебе кухня и комнаты нормальные, можно приличную квартиру арендовать. Я вот сейчас знаю, что 100-120 тысяч тенге можно двухкомнатную квартиру снять. Это чуть больше 300 долларов. Поэтому 3 человека могут сброситься, максимум 4. Пожалуйста, вот двухкомнатная квартира. Вот когда у меня спрашивают по поводу новой профессии и так далее. Я уже просто выступал, видимо здесь новые люди. Мы построим индустриальную страну. Мы не будем сами что-то изобретать первые годы, мы должны поступить как китайцы. На территорию нашей страны нужно пригласить инвесторов, которые построят эти фабрики, заводы совершенно новые. Именно на нашей территории. Вот если Тойота, Хунда и так далее в нашей стране построят, а мы им создадим налоговые льготы, поможем построить инфраструктуру. Вот в Восточной Германии я приезжал, видел, они там все сделают. Вот тебе землю выделять, вот тебе корпус, вот же подводка, тепло, свет, все есть. Приходи, что называется, работай. Понимаете? Вот такие условия надо создавать, и тогда к нам придут крупные инвесторы. Вот представьте, что у нас будет развито сильное машиностроение. Мы будем производить японские, немецкие автомашины. Они придут, приведут кадры, будут обучать наших людей. Соответственно, учебные заведения откроют разные факультеты, чтобы готовить специалистов на эти производства. Трактора, комбайны, самолеты и так далее, даже швейные производства у нас очевидно, что вообще нет, мы не производим даже элементарное швейное производство. На них будут открыты факультеты для учебных заведений, как раньше было, понимаете? Обувь производить и так далее. Тогда у нас появятся новые профессии, современные, которые нужны нашей стране. Здесь кто-то говорит, что давайте меньше брать со студентов за квартиры. На самом деле, мы не должны жить, как в Советском Союзе, административно. Цены устанавливает рынок путем спроса и предложений. Мы никого не можем убеждать, заставлять. Это разный бизнес. Кто-то квартиры сдает, кто-то что-то еще делает, свой товар продает. Мы не можем говорить, вот студенту продай дешевле и так далее. Мы должны дать студентам достаточные деньги, чтобы они были способны в этом конкурентном рынке арендовать жилье, оплачивать свое образование и так далее. Понимаете? Мы строим рыночные государства. Не будет так, чтобы кому-то приказали, кого-то долго уговаривали. То есть, мы дадим достаточные ресурсы людям, чтобы они были в состоянии обеспечить съем себе аренды жилья. Поэтому, ребята, когда вы говорите, что студенты боятся, ну давайте положим на одну сторону страф и на другую сторону, что можно, чего можно добиться. Стипендия будет другая. Образование бесплатное. То есть, не нужно грузить родителей. Будет доплата за жилье, если ты не имеешь возможности получить в обширите место. Вот видите, какая существенная разница. И стоит вопрос. Ты живешь в страхе, мучаешься? Или ты все-таки начинаешь бороться за свои права, не один, обеднившись, и добиваешься этих вопросов? Ты сегодня платишь за образование в год 800 тысяч, даже не ты, а твои родители, от 500 до миллиона, и в зависимости от того, где учатся деньги. Вы их не будете платить. Раз. У вас будет стипендия, которая вам позволит более-менее там жить. У вас будет доплата, чтобы снимать жилье. То есть, вы представляете, какое облегчение будет для родителей. И вы уже самостоятельная личность. Завтра вы не можете говорить себе, что я, будучи взрослым человеком, не смог ничего сделать, только тянул из своих родителей. А еще закончили институт, еще и работу не нашли. Представляете, как ваши родители мучаются, да? Вы сами мучаетесь. Вы не получаете качественное образование. Даже не имея денег, вы потом изыскиваете средства, чтобы кому-то давать взятки, чтобы как-то закончить суд. И все это прекращается. Поэтому на одной стороне страх, на другой стороне результат. Результат будет, если мы все объеднимся. Здесь Шанель пишет, что все, что я говорю по преобразованию в сфере образования, возможно только при власти ДВК. Я думаю, что в целом-то вы правы. Но это не значит, что мы должны терпеть и ждать. Власть ведь отступает. И, ну вы знаете, чтобы перекупить на свою сторону полицию и военных, власть уже приняла решение, там на 25% подняли зарплату. Все равно это мизер, это ерунда. Вот по сравнению с тем, что мы предполагаем платить военным и полицейским. То есть власть двигается, двигается, потому что мы наступаем. Понимаете? Поэтому мы, если не все требования, допустим, добьёмся их исполнения, даже часть, и вам, всему народу, станет легче. Ну почему тогда мы должны ждать, когда всё это произойдёт? Мы должны наступать сейчас, немедленно. Вот здесь опять же все вопросы говорят по поводу подорожает, не подорожает и так далее. Я вам хочу сказать, что на самом деле за тепло и свет, например, ну в зависимости от того, какая квартира, в месяц, я в долларах буду говорить, чтобы было удобно, да, не в тенге, потому что корректируется цена. Ну где-то от 50 до 100 долларов в месяц уходит на тепло, свет и так далее, в зависимости от квартиры. Но когда ты получаешь зарплату в 100 тысяч тенге, это у тебя 30% уходит на коммунальные и другие услуги. Но если ты будешь получать 3 тысячи долларов, то это будет 3% от твоей зарплаты. Понимаете, да? Даже если цены поднимутся немного, да, ну будет не 3, ну 6%, хорошо. Ну может быть 10, и то вряд ли, это нереально. Это 10% на коммунальные услуги, это в совсем дорогих европейских странах бывает такое. И то там трудно найти такую страну. Но есть же разница. Даже если цены вырастут, они вырастут незначительно относительно вашей зарплаты. Поэтому, чтобы вы понимали, наши предприятия продают свою продукцию на экспорт. Металлы, уран, нефть, нефтепродукты, аграрную продукцию, зерно и так далее. Они получают доходы мировые, а зарплату получают в 10 раз меньше. Понимаете, даже если в этих отраслях добиться, чтобы заработная плата была, соответствовала вот рыночным условиям, то тогда эти деньги резко приходят в экономику, и весь бизнес начинает подниматься, меняется все. Вот чего мы добьемся. А этот режим просто ворует сидеть сверху на оффшорах. Поэтому мы пошагово должны требовать, обедняться и добиться в итоге того, чтобы этот режим ушел. Потому что он будет все время сопротивляться, а мы все время будем разоблачать и показывать, где они воруют, и таким образом привлекать на свою сторону новых и новых сторонников. Поэтому, ребята, вы видите, да, у нас много аргументов, почему образование должно быть бесплатным. У нас много аргументов, почему учителя и преподаватели должны получать в несколько раз больше, чем то, что они сейчас имеют. У нас много аргументов, почему должно быть техническое оснащение улучшено существенно, и деньги есть. Где деньги есть, я покажу. Это вообще не проблема. То есть у нас есть аргументы реальные, против которых Назарбаеву не устоят. И наша задача — принудить, чтобы он это исполнил. Именно поэтому 23 июня мы должны выйти на митинг, мы должны провести большую агитационную работу. Сейчас пойдут видеоролики, начиная с этой недели, пойдут листовки, пойдут разные макеты. Готовьтесь, 23 июня мы выходим на митинг. И еще не забудьте, 31 мая мы проводим мирную акцию. Мы не тратим силы серьезные, не ступаем ни какие-то перепалки. Мы проводим мирную акцию с голубыми и синими лентами. Мы еще завтра выставим макеты, еще раз. Мы это озвучивали. По 1 июня, я еще жду сегодня от вас последних предложений, завтра мы уже озвучим окончательные наши предложения по 1 июня, День защиты детей. Что мы должны делать? Каждая такая акция, она постепенно наращивает нашу численность, и мы к 23 июня должны прийти большой массой наших сторонников. У нас очень много талантливых людей, которые не смогли получить образование. И когда эта система бесплатного образования заработает в государственных учреждениях, очень много людей смогут получить хорошее образование и сделать свой вклад в нашу экономику, раскрыться как личности. Вы понимаете, да? Почему нужно бесплатное образование? Это право человека. И это обязанность государства дать бесплатно человеку образование, если он не в состоянии оплатить. это вот как в мире есть дороги бесплатные и есть платные. Но по платным какие-то есть свои преимущества, люди за это платят, но бесплатные есть у всех. Понимаете? Это право человека, и мы его должны исполнить и дать такую возможность. Мне задают вопрос, как ликвидировать бедность в стране. Бедность в стране ликвидировать очень легко. Но я уже это озвучивал. Мы сделаем это сразу. и в этом нет никаких чудес. Когда экспортные предприятия страны, нефтегазовый сектор, горно-металлургический начнут платить людям достойно зарплату, они могут платить немедленно, потому что они свою продукцию продают по мировым ценам. То есть нефтяники должны получать в среднем минимум 1500 долларов. Реально мы добьемся первые годы, чтобы зарплата была 3000 долларов в месяц. То есть они сразу прекращают быть бедными, потому что они сейчас получают от 100 тысяч в тенге 300 долларов. То есть их зарплата поднимется в 10 раз больше. И это никто от этого не пострадает. Работают же американские нефтяные компании, европейские, выплачивают зарплату в среднем по 10 тысяч долларов в месяц. И они зарабатывают, владельцы, миллиарды долларов. И свои деньги получают работники. И всем хорошо. почему у нас в нашей стране наши работники получают 300 долларов в 100 тысяч тенге. И при этом богатеет верхушка, что хочет, то и делает. Не дает возможности людям защищать свои интересы, уничтожает профсоюзы независимые. Поэтому это очень легко. Как только наши работники будут получать такие деньги, сначала на экспортных предприятиях, сразу деньги хлынут в экономику, резко увеличится бюджет по доходам. И тогда бюджет страны будет в состоянии выплачивать хорошую заработную плату бюджетным работникам, учителям, врачам, выплачивать пенсии. Мы буквально за 2-3 года вообще забудем, что такое тотальная бедность. Бедные, конечно, будут какой-то процент, но основная часть просто перейдет в разряд среднего класса, как и должно быть. Понимаете? То есть это очень легко сделать. А когда люди будут получать такую зарплату, будут развиваться новые направления бизнеса. очень много бизнесов раскроется, потому что станет выгодно таким бизнесом заниматься. Потому что будет спрос на туильную продукцию, которая сейчас отсутствует, потому что народ бедный. Поэтому это очень просто сделать именно в Казахстане, потому что у нас очень богатая страна, очень богатая. Но все эти богатства сконструированы в узкой части верхушки, у Назарбаева и окружения. Остальные получают ничего практически. Поэтому у нас вся страна практически бедная. вот здесь мне говорят, что вопрос задают, что Кулебаева разбогатили 2 миллиарда долларов. Почему вы каждому казахстанцу не пообещаете по 1 миллион тенге? Ну давайте ребята сделаем вместе с вами быстрый расчет. 1 миллион тенге это 3 тысячи долларов. В Казахстане живет 18 миллионов человек. Значит каждому человеку по 3 тысячи долларов это что? Это 18 умножаем на 3 54 миллиарда долларов. То есть нужно раздать 54 миллиарда долларов. Что такое 54 миллиарда долларов? Бюджет страны сейчас, чтобы вы знали, менее 30 миллиардов долларов. То есть это фактически полтора годовых бюджета страны нужно взять и раздать. Это просто нереально. Вы просто считаете количество жителей, переведите миллион тенге в доллары и вы поймете, что это 54 миллиарда долларов и в стране сейчас таких денег нет. Они есть у Назарбаева, есть у Кулебаева в верхушке. Мы их конфискуем и они придут в бюджет страны и потом мы будем тратить их на зарплату бюджетным работникам. Мы сделаем бесплатное образование, мы будем строить дороги и люди будут получать высокую заработную плату. Не как сейчас 100 тысяч тенге, а во много раз больше. И вот так нет, жить достойно. Просто раздавать деньги никакого эффекта не будет. Понимаете? Вот когда мы начнем, раскрутим всю нашу промышленность, всю нашу экономику, как норвежцы сделали, создадим реально накопительный фонд, где у нас будут большие деньги, тогда мы каждому будем перераспределять. Но для старта эти деньги нам нужно, чтобы экономику вырвать, построить новую экономику, новые заводы, новые фабрики, новые дороги. И страна резко станет производить конкурентную продукцию на мировые рынки, вот как норвежцы сделали, деньги будут накапливаться, и мы эти деньги, да, действительно будем распределять внутри страны, гражданам Казахстана. Но для этого нам нужно пройти этап, конфисковать деньги, их вложить, их инвестировать в экономику страны. Мне задает вопрос, как сделать страну привлекательной. Это очень просто. Вот весь мир стремится уехать в Америку или в развитые страны Европы, ведущие страны Европы. Что нужно сделать? Надо сделать страну привлекательной, надо, чтобы не было преступности, не было коррупции, чтобы качественная инфраструктура была, чтобы было хорошее образование, чтобы бизнес не преследовали, чтобы, во-первых, и в первую очередь работал закон, закон, где права человека защищены. Когда вот такие моменты есть, когда все это организовано, тогда экономика начинает процветать, все вообще становится крутым, и весь мир хочет посмотреть на это чудо, приехать туристами, учиться там, остаться, купить недвижимость, понимаете? Вот это нам нужно сделать, а это все мешает власть Шала. Он коррумпировал страну, он превратил половину страны в преступников, сделал мафиози, на таможне обирает, придумывает, каким образом докопаться менты, полицию сделал преступниками, поэтому эта страна непривлекательна для жизни, когда кто-то говорит, вот нашу страну хотят захватить, эксплуатировать, она никому не нужна, все ведущие страны мира процветают, они просто от нас отбиваются, что они нас в сырье что ли бесплатно забирают, мы им хотим продать, по мировым ценам, понимаете, мы хотим, не они хотят купить, мы хотим продать, потому что у них и так все великолепно, вот когда мы эту страну такую построим, тогда в нашу страну будут приходить инвестиции, туристы миллионами будут приезжать, вот как в Дубае приезжает пару десятков миллионов человек в год, в один Париж, это вот я сейчас точно не точно данные, я просто скажу это давно уже, старые данные, сейчас больше, в год приезжает в один город 70 миллионов туристов, представьте, 70 миллионов, каждый из них вот за это время минимум 2000 долларов оставляет, это что, только за счет туризма один город получает 140 миллиардов долларов, у нас воловой доход страны меньше этой суммы, всей страны, а там один город за счет туристов такие деньги собирает, почему, потому что нужно развивать нормальный город, нормальную инфраструктуру строить, чтобы людей хорошо встречали, были красивые аэропорты, шикарные дороги, не было коррупции, чтобы полиция не докапывалась, не преследовала, чтобы не было всяких вымогателей, тогда все, у нас страна уйдет резко вверх. Меня здесь спрашивают, почему я в инстаграме не вещаю, я не вещаю, потому что я каждый день практически работаю именно в телеграм, потом в телеграм параллельно выставляется ютуб, и здесь идет диалог с людьми, и я, конечно, иногда выступаю, раньше практически минимум два-три раза в неделю выступал и инстаграм, и фейсбук, сейчас я тактику сменил, сейчас я перешел на телеграм и ютуб, но скоро я, конечно, тоже начну одновременно выступать во всех сетях, но вы понимаете, физически это очень сложно, и в телеграм выступить, и инстаграм выступить, и других сетей охватить, поэтому я выступаю там, где я считаю, что является важным, у нас сейчас около 200 тысяч человек собралось в чате, есть голосовые сообщения, можно их слушать, потом это уходит в ютуб, это пока эффективнее, потому что здесь я должен набрать команду сторонников, которые будут понимать наши цели и задачи, смогут набирать сторонников, потому что здесь двусторонняя связь, а в инстаграме односторонняя связь. Я на сегодня завершаю свой эфир, салвовый удар, до встречи завтра. Салвовый удар, до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова